МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши и информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Татьяна Трофимова. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экзамен для допуска к экзамену. Теперь перед тем, чтобы сдать ЕГЭ, нужно справиться с написанием итогового сочинения. Огонь условный, пожарное настоящее. Ростехнадзор провел учение на Новочебоксарском химпроме. Где-то прибыло, где-то убыло. Теперь границы Чебоксар на карте выглядят по-другому. Сегодня председатель Кабинета министров Чуваши Иван Маторин в режиме видеоконференции принял участие в совещании совместной рабочей группы регионов ПФО и верхнего среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики. Под представительством заместителя полномочного представителя президента России в ПФО Алексея Сухова. Речь шла о сотрудничестве в торгово-экономической и гуманитарной сфере. В ходе заседания регионы отчитались о состоянии и перспективах развития отношений с китайскими партнерами. Иван Маторин отметил, что в Чувашей работа идет по намеченному плану. Бюджет столицы Чуварской республики, граница Чебоксар, число рекламных конструкций и торговых палаток. Депутаты ЧГСД на 45-м заседании внесли в жизнь города много изменений. Подробности узнавала Ольга Пырочкина. Где-то прибыло, где-то убыло. Вот так можно в целом сказать о решениях, принятых на очередном городском собрании депутатов. Что касается бюджета. По словам народных избранников, с учетом нынешних корректировок размер городской казны стал беспрецедентным. У нас в этом году, небывалый по всем предыдущим годам размер бюджета, доходная часть бюджета составляет 8 миллиардов 400 с лишним миллионов рублей. Сегодня произошло изменение бюджета в общей сумме 1 миллиард 252 миллиона рублей. Из них изменение собственных доходов по размере 142 миллиона. И безвозмездные поступления со стороны вышестоящего бюджета – это 1 миллиард 109 миллионов. Собственные доходы города выросли в основном за счет сделок с недвижимостью, продажи земельных участков. Вырученные средства решили направить на адресные инвестиционные программы – ремонт дорог и строительство детских садов. Несмотря на такую доходную часть, без дефицита все равно не обойтись. Он, по прогнозам, составит около 300 миллионов рублей. Что, впрочем, не выходит за рамки, установленные российским законодательством. Кроме бюджета в городе увеличивается количество рекламных конструкций, что, кстати, тоже положительно скажется на городской казне. На Чебоксарских улицах появится еще один рекламный щит, 23 пилона на остановках и другие конструкции. А вот количество так называемых нестационарных торговых объектов, то есть различных ларьков, в скором времени уменьшится. Политика городских властей направлена на сокращение количества ларьков, киосков вот этой вот нестационарной торговой сети. Мы за то, чтобы торговля велась через стационарные магазины, она более упорядочена, меньше жалоб, меньше мусора и так далее. И нормальный вид у города. Однако здесь есть исключения. К примеру, зеленый свет дали киоскам с артезианской водой. Границы города Чебоксара народные избранники тоже решили изменить. Так, Пехтулинская свалка больше не территория столицы Чуваши. А теперь это муниципальный округ. Зато территория Чебоксар пополнилась землями сельхозназначений, промышленности и другого назначения. В общей сложности это больше 200 гектаров. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика. Сегодня к химпрому были стянуты все экстренные службы. Приволжское управление Ростехнадзора провело на территории завода масштабное учение. Сценарий условной спасательной операции был продуман до мелочей. Понаблюдал за ней и мой коллега Дмитрий Ковалев. Территория цеха номер 50. По команде в назначенное время с одного из этажей повалил густой дым. С виду можно подумать. На заводе химпром снимают голливудский боевик. Но эта история легла в основу сценария масштабной тренировки. Картина максимально приближена к реальности. По легенде в цехе из-за мощного взрыва начался пожар. В воздух было выброшено большое количество опасного вещества. Обычно подобным ЧП всегда присваивают самый высокий класс опасности. Одними из первых сюда приехала собственная газоспасательная служба. А уже следом за ними пожарные из всех ближайших частей. Но даже на учениях никто не забывает о мерах предосторожности. И даже журналистам здесь выдают противогазы. Огнеборцы тоже не имитируют. Условный пожар сначала тушат водой, а потом локализуют очаг возгорания пеной. На месте ЧП разворачивают специальную технику. Стволы устанавливают прямо на гидранты, правда мощную струю воды на цех не направляют. Во время учения он продолжает работать в штатном режиме. В это же время прямо в цеху проводят аварийные работы. Персонал смены для помощи автоматической системы управления процессом дистанционно отключает отфечные клапана, прекращает процесс. Когда огонь локализует полностью, цех вновь изучают специалисты и спасатели. Здесь могут возникнуть новые утечки. За действиями спасательных бригад во время учений наблюдают специалисты Ростехнадзора. Постепенно, но верно отмечают ведомстве, на заводе исправляют ошибки прошлых лет. Во время недавней тренировки санитарная машина заехала прямо в опасную зону. И спасать пришлось уже медиков. Экстренные бригады стали действовать более согласованно, но пока не так идеально. Те же самые газоспасатели. Они чувствовали, что они не до конца вкурсит той задачи, которую они должны были выполнять. Вся группа ходила гуськом друг за другом, как будто они были на экскурсии. В действия пожарных тоже я обратил внимание, что с точки зрения связи, которая между ними существует, они не с первого раза слышали команды своих командиров и не сразу принимали решение. То есть тоже есть моменты, которые требуют своей отработки. Ошибки необходимо исправлять. Вероятность того, что подобное ЧП на химпроме произойдет в реальности, существует. И работники должны быть готовы исправить его оперативно. Существует программа, существует график проведения учебно-тренировочных занятий различных подразделений. Это и пожарные расчеты, это и газоспасательные службы, это и просто цеховые команды, которые оттачивают различные гипотетические негативные ситуации. Были отдельные моменты, которые я обратил внимание, которые в принципе потом войдут в основу тех программ и мероприятий для того, чтобы нам улучшаться, чтобы быть лучше, чтобы еще более, скажем так, отточенно действовать при возникновении таких вот нестандартных ситуаций. Очередной экзамен заводу в Ростехнадзоре пообещали устроить снова. Причем в следующий раз спасатели и работников поднимут по тревоге. Унезапно. Медриковалев и Расиль Мухаммедов. Республика. В Москве завершился второй форум Общероссийского народного фронта, в котором приняли участие четыре представителя от Чуварской республики. На ней были подняты самые злободневные проблемы современной России. Сегодня члены делегации рассказали журналистам, о чем конкретно говорили на форуме. 10 тысяч народных экспертов, 10 тысяч вопросов. Большая страна, разные проблемы. Обо всем не рассказать. Как будет развиваться экономика на местах в условиях продовольственного эмбарго? Насколько выполнены майские указы? Получит ли ожидаемую поддержку сельское хозяйство? Эти и многие другие вопросы звучали на форуме. Мне, допустим, лично очень понравилось, что Владимир Владимирович заверил и сказал, что это будет еще у него в послании, в федеральном собрании сказано, чтобы сохранить стабильную налоговую систему. Много вопросов вызвало и оптимизация здравоохранения. Оптимизация на сегодняшний день ведется непонятно как. Ни с каким гражданским обществом оптимизация не обсуждается. Люди не знают. Сами врачи порой не могут ответить на вопрос, почему сократились там койки, почему закрывается то или иное лечебное учреждение, и куда им нужно идти, чтобы не потерять работу. В правительстве России готовится законопроект, в соответствии с которым с 2016 года выпускники медвузов в обязательном порядке будут работать по специальности минимум три года. Именно на таких встречах и формируется стратегия развития субъектов федерации и нашей страны в целом. Я знаю, как активно работает региональное отделение в Ульяновской области, в Мариел как работает. Нам надо активизировать свою деятельность на пользу всем жителям Чувашской республики. Екатерина Абрамова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. Достаточно снять 5-10 сантиметров почвы, и земля сельскохозяйственного назначения приходит в негодность. Такие факты выявляются в республике ежегодно. Чаще всего снимают и перемещают почвы не с целью продажи и получения прибыли, а вследствие небрежного отношения к природе во время проведения земляных работ. На таких участках вместе со специалистами Россельхознадзора побывала и наша съемочная группа. С дачи этих домов в поселке Кугеси с нетерпением ждут будущие жильцы. Здания уже построены, нужно подвести газ. Строительная организация тоже, по-видимому, торопится завершить работы. Для укладки газовых труб вырыли котлованы, но при этом нарушили земельное законодательство. Организация, которая проводит работу, согласовала с собственником проведения работ, но не получила разрешения на проведение земляных работ с администрацией. И в проекте у них не прописан проект, пункт по рекультиванию данного земляного участка. По правилам необходимо почву и глину снять отдельно. После завершения работ все вернуть в первоначальный вид. Но строительная организация поспешила разровнять землю. И полудородный слой смешали с глиной. Теперь остается лишь подсчитать ущерб. Не зависит от того, какая территория, на каких гектарах произведено нарушение. В кодексе прописано, что от 20 до 40 тысяч. Если мы доказываем, что еще была порча, но как бы полудородный слой утерян, то мы можем еще рассчитать ущерб и предъявить ущерб данной организации. Еще один факт специалисты Россельхознадзора выявили в деревне Икова Чебоксарского района. Там жители вывозили землю с пастбища и укрепляли ею пруд, чтобы из него не уходила вода. Теперь на месте, где в летнее время пасется скот, образовалась яма, куда жители уже складывают мусор. Так земля сельскохозяйственного назначения превратилась в свалку. В прошлом году специалисты Россельхознадзора выявили 10 случаев, связанных с перемещениями и снятием плодородного слоя. В этом году уже 9. Надежда Яковлева, Александр Петров, Республика. Сегодня Международный день отказа от курения. Врачи предлагают курильщикам хотя бы в этот день отказаться от вредной привычки. Пристрастие человека к табаку признано специалистами одной из самых распространенных зависимостей. Она занимает одну нишу с алкоголизмом и наркоманией. Курение – причина множества хронических болезней. У курильщиков выше риск развития тяжелых респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. В общем, о вреде курения знают все. При этом, по статистике, бросить курить с первой попытки получается менее чем у 20% курильщиков. В Международный день отказа от курения во всех центрах здоровья республики любой желающий мог получить консультацию специалистов и советы по избавлению от этой вредной привычки, а также пройти скрининговое обследование на выявление факторов риска. Также антитабачные акции состоялись в образовательных учреждениях Чувашии. В Чебоксарах на остановках общественного транспорта в крупных торговых центрах волонтеры раздавали информационные буклеты и призывали отказаться от вредной привычки. В этом году ЕГЭ претерпевает новые изменения. Теперь, чтобы выпускник был допущен до сдачи госэкзаменов, необходимо справиться с написанием итогового сочинения рассуждения. Сегодня во всех школах Чувашии писали тестовое сочинение. Подробнее в следующем сюжете. Сев в этом году за парты, 11-классники услышали важную новость. 3 декабря нужно будет писать итоговое сочинение с примерами из литературы. На подготовку 3 месяца. Нам оказал громадную, можно сказать, помощь. Это наш родной Чувашский республиканский институт образования. Потому что там замечательные филологи. И они настолько дали нам большой объем информации, как готовить детей, по каким приблизительно темам, какие произведения желательно прочитать нашим выпускникам. 11-классникам были предложены 3 темы. Какие произведения Лермонтова вы бы посоветовали прочитать другу? Можно ли обойтись без книг? И почему важно уметь сострадать другому? Не зря этот экзамен назвали сочинением рассуждения. Ребята должны были выстроить логическую систему умозаключений, чтобы ответить на эти вопросы. Главное – справиться с волнением. Думаю, перед пробным волноваться сильно это не стоит. Потому что, во-первых, мы готовимся. То есть, нас уже предупредили. И, в принципе, за вот этот вот срок, я думаю, мы уже настроились даже психологически. Так что не думаю, что возникнут какие-то проблемы. В принципе, мне кажется, если человек любит читать, ну, у него развитый кругозор, то он напишет это сочинение. И особых проблем оно у него не вызывает. Если кто-то не получит зачет за итоговое сочинение 3 декабря, то исправить ситуацию можно будет в феврале или в мае. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. В Чебоксарах завершилась модернизация всех школьных столовых. Обновлены пищеблоки, введена система безналичного расчета с помощью электронных карт. Горячим питанием обеспечены 100% чебоксарских школьников. По данным Управления образования городской администрации, за три года современное оборудование для столовых получила 61 чебоксарская школа. А на ремонт пищеблоков, приобретение современного оборудования и мебели в обеденные залы из бюджета города было направлено более 28 миллионов рублей. В этом году в большинстве образовательных учреждений работы по модернизации пищеблоков закончились к 1 сентября. А в шести оставшихся школах все мероприятия завершили во время осенних каникул. Благодаря модернизации столовых стало легче работать поварам, а блюда для детей стали еще вкуснее и полезнее. Сегодня весь мир отмечает День ребенка. В Чебоксарах в этот день прошел профилактический рейд «Дети». Организовала его госавтоинспекция. С самого утра и кипажи ДПС дежурили в тех местах, где чаще всего можно увидеть детей. Это переходы возле школ, внутрирайонной территории, дома творчества, центры досуга. Тем, кто нарушал правила дорожного движения, детально объясняли, что сделали не так. В школах и детских садах инспектора рассказывали про правила дорожного движения. Почему их нельзя нарушать? Причем рассказ шел в игровой форме с помощью викторин и конкурсов. Инспекторами дорожно-патрульной службы усилен контроль за соблюдением участниками дорожного движения правил проезда пешеходных переходов, правил использования ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств. Также сегодня, в День ребенка, сотрудники ГИБДД посетили детскую городскую поликлинику. Детям вручили тематические значки и конфеты. Ребят поздравили с праздником, пожелали скорейшего выздоровления, ну и, конечно же, напомнили малышам и их родителям о соблюдении правил дорожного движения. Подобавок, все маленькие пациенты поликлиники стали обладателями световозвращателя, основная цель которого – на расстоянии показать пешехода водителю. В Чебоксарах очередное страшное ДТП. Прошлой ночью на улице Пирогова водитель Приоры, не справившись с управлением, на высокой скорости врезался в опору освещения. В салоне автомобиля находилось трое пассажиров, двое из которых погибли. 23-летний водитель при движении в сторону центра города врезался в столб, в результате чего машина в буквальном смысле развалилась на две части. 32-летний брат водителя от полученных травм скончался еще до приезда скорой. Остальные были госпитализированы. Но в живых осталась только 26-летняя пассажирка. Сейчас она находится в больнице, и ее состояние оценивается как тяжелое. Известно, что ни один из пассажиров не был пристегнут ремнями безопасности. Такими были новости этого дня глазами корреспондентов национального телевидения Чувашии. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин